Я приветствую всех, кто присоединился к нам через прямую трансляцию. Мы очень рады этой возможности, потому что вы таким образом можете быть с нами вокруг Слова Божьего. Поэтому еще раз приветствуем всех наших гостей. Я хочу прочитать вам в это воскресное утро то, что говорил Иисус Христос своим ученикам, а значит и нам с вами, о последнем времени. Я думаю, что мы все ближе и ближе приближаемся к этому последнему времени. Так много разных переживаний, так много стрессов в последнее время, так много страхов разных, которые наполняют наше общество и пытаются атаковать нас. И вы знаете, что вот эта эпидемия, коронавирус, она уже охватывает не только Китая, она выходит за пределы Китая, касается многих других стран. На сегодняшний день уже 120 тысяч, уже около 120 тысяч заболевших есть этим вирусом. Сегодня это даже называется уже не эпидемия, это называется пандемия. Пандемия или пандемия, то есть новое слово, которое говорит о том, что заболевание распространяется за пределы какой-то определенной страны. Заболевание, которое охватывает все другие и другие территории дальше. Это то, что сегодня происходит. И мы знаем, что многие страны закрылись для сообщения с внешним миром. Мы знаем, что и в Европе сегодня просто Европа наполнена страхом. Я сегодня услышал, что оказывается в Италии даже между городами уже сделали границы. Даже между кафешками определенными прочертили какие-то знаки, разделяющие, что ты не можешь подойти ближе, держись на расстоянии. Между городами переезд тоже запрещен. И только если там по каким-то срочным, необходимым, безотлагательным вопросам надо переехать, только тогда разрешают, проверяют, так ли это. И мы видим, что что-то необыкновенное происходит. Кто бы мог подумать, что с Европой может такое случиться? В Европе мы все смотрели, образец определенный в устройстве, в экономике. Это что-то такое более фундаментальное. Мы тут в общем-то страны какого-то мира на каком-то месте. А там мы смотрели, там больше есть каких-то перспектив и защиты. Но вот мы в настоящее время живем. Мы говорим сегодня о том, что прямо сейчас происходит. Это не просто сказка, это не фантазия, не то, что было когда-то. Это то, что происходит прямо сейчас. Мир трещит по швам. Если я не ошибаюсь, то сегодня наше правительство российское будет совещаться и планировать. И они должны будут прийти к каким-то решениям, как обезопасить нашу страну. И вы знаете, что в нашей стране уже тоже есть заболевания. И люди, которые ездили за границу в Европу, они приехали, и выяснилось, что они тоже заболели. И в Кемерово даже два человека, насколько я слышал, уже тоже есть с этим заболеванием. И наше правительство сегодня будет совещаться о том, как обезопасить нашу страну. И мы не знаем, как это отразится на нас. Возможно, это отразится на нас так же, как и во многих других странах, где запрещают собираться. Допустим, в Америке, как я слышу, не больше двухсот человек могут собираться вместе, и не больше. Поэтому многие собрания, церкви, они закрываются, они вынуждены закрыться. Они не могут собраться вместе. Поэтому какая-то перспектива ждет нас. Я прошу, чтобы вы молились в это время и благословляли наше правительство. И просили, чтобы Бог дал им мудрости, чтобы на самом деле нам жить жизнь, как Писание говорит, тихую и безмятежную. Чтобы в этих условиях Бог помог им принять правильные решения. Но нужно быть готовыми ко всему. Может быть, в конце, после собрания я еще скажу некоторые объявления. Но сейчас я хочу вам прочитать то, что говорил Иисус Христос. Наш Господь. Он предвидел все, что происходит сегодня. Понимаете? Писание, как бы его ни игнорировали, многие в этом мире дьявол ох постарался, чтобы Писание игнорировали. Объясняя, что Библия переписанная, дописанная. Что вообще-то люди писали. Все вот это болтовня, простите, нацеленная на то, чтобы просто закрыть людям взгляд на Слово Божье. А Слово Божье, оно живо и действенно. Слово Божье, оно вечное. Оно было раньше, оно сегодня действует, и оно будет действовать. И Иисус сказал о Слове Божьем такие слова. Небо и земля прекратят свое существование. А Слово Божье будет действовать дальше. Аминь. Поэтому я хочу прочитать вам то, что предсказывал Иисус. И в этих предсказаниях Он дает некоторые наставления для нас, как нам вести себя в это непростое время. Итак, Евангелие от Луки. 21 глава, 125 стиха. «И будут знамения в солнце и луне и звездах, и на земле уныние народов и недоумение, и море вошумит и возмутится. Люди будут издыхать от страха и ожидания». Бедствий в оригинале нет, в ожидании, страхи и ожидания, не знаем, что ожидать еще, грядущих на вселенную. Ибо силы небесные поколеблются, и тогда увидят Сына Человеческого, грядущего на облаке, силою и славою великою. «Когда же начнет это сбываться, тогда восклонитесь и поднимите головы ваши, потому что приближается избавление ваше». «И сказал им притчу. Посмотрите на смоковницу и на все деревья. Когда они распускаются, то, видя это, знаете сами, что уже близко лето. Так и вы, когда увидите то сбывающимся, знаете, что близко Царствие Божье». Аллилуйя! Я не знаю, кого это вдохновляет. Я думаю, что это по-настоящему вдохновляет тех, кто ожидает Царства Божьего. Тех, кто думает о Царстве Божьем. Тех, кто целенаправленно идет в Божье Царство. Кто не завис в ценностях на этой земле, кто не прилип к каким-то драгоценностям земным, тот будет вдохновляться. И знаете, это время очень сильно разделяет человечество. Эти трудности, эти события, они вскрывают что-то настоящее. За что ты по-настоящему боишься? Кто-то боится за то, чтобы потерять что-то на этой земле. И трудности эти обозначают, эти страхи. Кто-то боится за свою жизнь, чтобы потерять эту жизнь на этой земле. И эти болезни и трудности обозначают эти страхи. А кто-то боится, чтобы как бы не промахнуться мимо цели. Как бы не промахнуться мимо Царства Божьего. И они думают о том, как жить на этой земле так, чтобы войти в Божье Царство. Чтобы в этом Божье Царстве не быть отвергнутыми, а принятыми Иисусом. И услышать однажды эти слова. «Войди в радость Господина моего, своего, добрый и верный раб». И вот для таких людей, для этой последней категории, я думаю, никакие страхи на этой земле они не имеют над ними власти. Потому что они избрали что-то большее, чем то, что могут потерять на этой земле. Аминь. Это правда. И поэтому Иисус наставляет нас, как нам надо относиться к тому, что будет происходить в это последнее время. Интересную реакцию Он предлагает нам. Он говорит, что это разделение произойдет. Разделение, как тут он говорит, «люди». Одна категория – это люди. Это просто люди, которые родились на этой земле, и они живут по принципам и заповедям этой земли. А другая категория людей – это церковь. Это другие люди. Они тоже родились на этой земле. Это мы с вами. Но это люди, которые поверили Иисусу Христу. Которые доверили Ему свою жизнь. Которые поверили, что Бог приготовил для них не просто Эдемский сад. Да, здесь на земле прикольно, неплохо. Здесь на земле есть достаточно много радостей, но есть одно «но». Однажды все это закончится. Однажды все, что на этой земле сгорит, так Писание говорит, потому что все пропитано грехами. Но Бог приготовил для нас вечность. И не в озере огненном, которого мы все служили, по правде говоря, за свои грехи. А Он приготовил нам вечность в Своем Божьем Царстве. Он все для этого сделал. Он пролил Свою кровь за наши грехи. Он предложил нам оправдаться не Своими делами, а Его Святой Кровью. И те, которые приняли это прощение, которые приняли это оправдание верою, которые доверили свою жизнь Иисусу Христу, они вот в этой особенной категории, по отношению к которой Иисус здесь говорит. И вот реакция, которую Иисус предлагает. Он говорит, как одни будут в ожидании, так и другие будут в ожидании. Но одни будут в ожидании и в страхе, понимая, что все здесь трещит. Понимая, что они могут потерять все, что так долго копили. Они могут потерять все, на что рассчитывали. Я представляю, люди поехали в Европу, допустим, отдыхать вот в это время. Такие планы, скорее всего, были замечательные. Возможно, они так долго копили на эту поездку. Возможно, они так мечтали. Они каким-то образом насобирали достаточно денег. А может быть, у кого-то просто бизнес пошел в гору. Мне сказали, вау, мы теперь можем позволить себе. И вот они, исполняя как будто мечту всей своей жизни, приезжают туда, куда-то в Италию, или еще куда-нибудь, или в Германию, или куда-то к морю поближе. И вдруг они оказываются в страшной ситуации. А возможно, кто-то просто заболел. А возможно, кто-то из родственников умер. И все. Казалось бы, вот огромная перспектива. Казалось бы, вот оно, настоящее счастье. И в одно мгновение все это счастье превращается в какой-то кошмар, какой-то ужас. Они думают, не может быть, неужели это с нами? Ведь вчера еще солнце светило. Вчера все так здорово было. А сегодня мы не знаем, где искать выход. Друзья мои, рано или поздно каждый прозревает, что на этой земле настоящего основания нет. Настоящих ценностей, на которые можно было бы опереться, нет. Все, что этот мир называет каким-то фундаментом, какой-то защитой, мощью, Слово Божье, как мы сегодня уже слышали, называет это песок. И если ты не строишь жизнь свою на Слове Божьем, то все остальное, Иисус называет, это песок на песке. Кто видел здание, построенное на песке? Оно может быть построится, пока все нормально, пока ветер, значит, не такой сильный, и вода никакая не напирает, наводнения нет. Можно построить на чем угодно, но вот написано какие-то трудности, штормы. И если этот дом построен без фундамента, без Слова Божьего, просто на песке, написано падение, крушение того дома, будет великое. Итак, Иисус обращается к нам, и Он говорит, когда же начнет это все сбываться? Когда вы увидите страхи общества в ужасах, не знаю, чего еще ожидать. Когда вы все это увидите, когда все это будет сбываться, «Восклонитесь и поднимите головы ваши». Вы знаете, есть такой образ сагбенного человека, который идет по жизни, тяжело, трудно, верить надо, тут смеются, тут издеваются. Одноклассники вон бизнес какой развернули, понимают, что там неправда, нечестно, но все так живут, а как по-другому. Но нет, мы с Богом, мы сможем. «Господи, я останусь Тебе верным, я не буду соединяться с теми, кто грешит. Господь, я иду за Тобой». И такой, вроде с Богом, но бывает так трудно в этом мире остаться верным Богу. Почему? Потому что все окружение говорит другое. Они говорят, живи здесь, ты о чем вообще? Кто знает, что там будет? Ты о чем? Ты говоришь, ну Бог внутри меня, я знаю это точно. Они свинются, говорят, ты что какой Бог? И у меня мой Бог внутри себя. И у меня внутри мой Бог. Чем отличается от твоего? Ты говоришь, да ты не понимаешь, я имею настоящую жизнь, она не зависит от богатства, от того, здоров ли ты, болен. Она больше всего, она идет тебе в вечность. И они смеются. И тебе трудно от этого, потому что все общество, все окружение говорит об обратном. Живи здесь и сейчас, и забудь про то, что будет в вечности. Там решат, там определят. Это нас не касается. Это ложь. Но когда в окружении все об этом говорит, непросто справиться. И вот вдруг вы начинаете видеть, что все, что говорил Иисус, оно начинает сбываться. Понятно, что мы не радуемся от того, что кто-то умер, тому, что кто-то заболел. Но мы вдруг понимаем, так мы близко. Так мы при дверях вообще. Так мы уже так рядом с Царством Божьим. Это правда. Мы удостоились жить в такое время, когда начинается развязка. Развязка всей истории земли и неба. Это ведь настолько сильно. Поэтому Иисус говорит, когда вы увидите это, ободритесь, распрямите плечи свои, восклонитесь, поднимите голову, не опускайте. Вы теперь не в позоре, вы теперь не в стыде. Теперь будет по-настоящему видно, у кого какое основание. Теперь будет по-настоящему видно, кто на чем строил. Потому что то, что этот мир называет драгоценностью, Бог называет пустотой. Но то, что люди говорят, да пустота какая-то, Бог там, Иисус, вечность, пустота. Здесь надо жить. То, что люди называют пустотой, оказывается, это самая большая реальность. Оказывается, Бог, которого они не видят, это самая большая реальность. Аказывается, ценности, которые написаны в Библии, над которыми здесь все издеваются и смеются, так же, как над Христом издевались, смеялись и распили на кресте. А оказывается, это самая великая истина, которая будет жить не только здесь на земле, но даже когда все здесь закончится, по этим же правилам мы будем жить в вечности. Поэтому Иисус говорит, когда вы увидите все это сбывающееся, ободритесь, теперь это ясно, теперь вы будете в авторитете, в общем. Теперь многие люди, они посмотрят на ваши слова по-другому, на ваш образ жизни посмотрят по-другому. Писание говорит, что в последние дни люди будут искать эту надежду, искать какой-то фундамент больше, они привыкли так жить, они не понимают, как по-другому. Они и нас еще не понимают, но они чувствуют, что в этом человеке что-то есть большее. Почему все боятся, все в страхе, а он восклонился и поднял голову, и ходит прямо, и радуется, и счастливый. Почему? Что-то у него есть. Он не играет, он настоящий. Почему же такая разница? Люди будут видеть это. Им захочется это иметь, и это очень мудро, если они захотят это иметь. Мне вспоминается та история, о которой написано про апостола Павла. Послушайте, это в книге Деяний, в 27 главе это описывается. Апостол Павел, небезызвестный нам апостол Павел. Подождите немножко. Апостол Павел, его взяли за веру его, и он был вынужден потребовать суда у кесаря, чтобы его иудеи просто не растерзали. И вот они отправляются в Рим. Апостола Павла должны привезти туда на суд. И вот они тогда машин не было, самолетов тоже, они вынуждены были на корабле пересаживаться с одного на другого, и вот так вот по морю, по воде, значит, двигаться. И когда они собирались садиться в очередной рейс, апостол Павел предупреждал, и он говорит, ребята, путешествие очень опасное будет. Не только груз ваш пострадает и корабли, вы пострадаете, поэтому осторожно, не стоит сейчас, давайте остановимся. Он имел какое-то понимание от Бога, и он говорил об этом понимании этим людям. Но написано, вот этот сотник, или вот этот, кто ответственный был за воин, за охрану, он больше доверял капитану кораблю, скажем так, корабля. И поэтому они отправились в плавание. И вот они отправились в плавание, а все хуже и хуже, шторм все сильнее и сильнее, ветер все сильнее и сильнее, волны все выше и выше. И вот они в панике, они начинают выбрасывать из своего корабля все то, что для них было так ценно. Они выбрасывают еду, там написано пшеницу. Не знаю, как они будут жить, но сейчас надо выжить как-то. Мне так напоминает это, этот корабль, наше общество, в котором все плывут, все на что-то рассчитывают, думают, что у каждого какой-то свой запас есть. Но вот ветер, но вот волны, но вот скоро кораблекрушение. И все, люди теряют уже эти ценности, они начинают выбрасывать все это. И потом написано, что своими руками апостол Павел говорит, мы выбросили в такой-то день вещи. Ну, знаете, тогда не так хорошо жили, как сегодня с вещами, не так все хорошо было. Две одежды, это было круто. Поэтому, когда написано, что мы собственными руками выбросили вещи, ну, похоже, это самая большая ценность, которая там у них была. И давайте теперь прочитаем с 27 стиха, точнее, с 20 стиха, 27 глава Деяния. Но как многие дни не было видно ни солнца, ни звезд, и продолжалась немалая буря, то, наконец, исчезла всякая надежда к нашему спасению. И как долго не ели, то Павел, став посреди них, сказал, мужи, надлежало послушаться меня и не отходить открыто, чем и избежали бы сих затруднений и вреда. Теперь же убеждаю вас ободриться, потому что ни одна душа из вас не погибнет, а только корабль. Ибо ангел Бога, которому принадлежу я и которому служу, явился мне в эту ночь и сказал, не бойся, Павел, тебе должно предстать предкесаря, и вот Бог даровал тебе всех плывущих с тобою. Поэтому ободритесь, мужи, ибо я верю Богу, что будет так, как мне сказано. Ох, сильная! Там было на корабле 276 мужиков. 276 душ, из которых часть была заключенных, которых, подобно Павлу, вели на суд, часть которых была обслуживающий персонал, моряки, крепкие, сильные. И часть это была воины, которые остерегали все это, держали под контролем всех остальных. Это были сильные, накачанные мужчины, которые были ответственны за все происходящее. Смелые это римские воины. Они с детства обучались, как надо воевать, как надо быть смелыми, как надо противостоять трудностям. И вот они все, все 276 человек, они уже и есть ничего не едят. Всякая надежда, написано «наконец-то», вот это «наконец-то» мне нравится. Мне кажется, Бог так долго иногда ждет, когда же, наконец-то, исчезнет всякая у тебя надежда. Но не для того, чтобы загнобить тебя, а для того, чтобы принести тебе новую надежду. Иногда Богу надо подождать, когда надежда человеческая по-настоящему, наконец-то, закончится. Если посмотреть в оригинале, как это было, то мне предстает такая картина. Вот все плохо, плохо. Ну, сначала они думают, сейчас это выбросим, полегче станет, доплывем как-нибудь. Потом не помогает. Они другой начинают выбрасывать, потом последний начинают выбрасывать, а шторм усиливается, а проблем еще больше, а болезни еще сильнее. И все, и написано, у них руки опустились полностью. Они не видят никакой надежды. И то, что я здесь вижу, это апостола Павла, который, похоже, так сидел со стороны. Ну, когда же уже, наконец-то, они успокоятся? Ну, как они не понимают, что за всем этим Бог, который их любит? Ну, сколько они будут еще вот пытаться справиться своими силами? И вдруг, когда последняя надежда заканчивается, здесь написано. Павел, вот здесь написано, мужи, а в оригинале восклицание такое, знаете, на греческом языке. О, люди! О, люди! И он обращается и говорит, ну, почему вы не слушаетесь? И вдруг я вижу апостола, который восклонился, поднял голову, как будто это его время. Он чувствует, если все в унынии, а он единственный, который, наконец-то, почувствовал, ну, наконец-то до всех дошло. Ну, теперь-то все поймут. И он им начинает говорить, не бойтесь. 276 мужиков, у самого сильного и смелого потухла всякая надежда. Но апостол Павел, наполненный Богом, поднимается и понимает это его время. Он говорит, не бойтесь, не бойтесь. Это первое, что я хочу вам сказать, драгоценная церковь. Не бойтесь, ничего, не бойтесь. Это слова Бога. Однажды, это же апостол Павел, я вот не успел свести, это было до вот этого путешествия на корабле или после, но однажды он пишет своему ученику Тимофею, и он говорит, что Бог дал нам не духа боязни, а духа силы, любви и ясного разума. Так, силы, любви и ясный разум, это дух Божий. Так охарактеризовал апостол Павел, когда писал письмо Тимофею, дух Божий. И он говорит, не бойся, ты имеешь этот дух, он поведет тебя. Не бойся, ничего не страшись. Дух Божий направит тебя. И у меня вопрос, как, как в такое время не бояться? Кто-то сразу понимает. Апостол также говорит Тимофею, возгревай свой дар, возгревай свой дар. Первое, что я хочу сказать, чтобы остаться без страха, чтобы смотреть на все происходящее, на всю эту реальность Божьими глазами, самое первое, церковь, молитесь. Самое первое, молитесь. Вы не можете увидеть реальность Божью просто человеческим умом, даже если вы прочитали не один раз Библию. Потому что то, что сегодня происходит, этого никогда не происходило. Да, есть наставление Иисуса, Он говорит, восклонитесь, поднимите голову, не бойтесь. Но как? Как мне видеть? Ведь там человек умирает, там человек умирает, там болезни, там трудности, все в ожидании, все в страхах. Как не бояться? Молитесь. Я знаю, что это простое слово. Вы слышали тысячи, тысячи раз. И возможно, вы ставили себе галочку, что сегодня я помолился, сегодня я вечером помолился, сегодня я утром помолился. Но речь не об этом. Речь о том, что соединяющийся с Богом, есть один дух с Богом. И вот когда ты в молитве молишься, твоя цель соединиться с Богом. Твоя цель исполнится Его Духом. И тогда ты будешь понимать то, что Он видит. Тогда ты будешь чувствовать то, что Он чувствует. Тогда ты будешь иметь разум, который есть у Бога в этой ситуации. Поэтому, драгоценные, молитесь, чтобы соединяться с Господом. Молитесь, чтобы понимать, куда Дух Божий направляет вас в это время. Второе. Нам необходимо Слово Божье. Нам необходимо Слово Божье. И, возможно, вы это слышали и, скорее всего, точно так же, как о молитве, не меньше. Тысячи, тысячи раз. Друзья мои, но у нас нет другого основания. Возможно, вы себе ставили галочку, что мы почитали Библию вечером на ночь или утром рано. Мы почитали Библию, понял, не понял. Ну, Господь как-нибудь мне потом откроет. Нет. Читайте Слово Божье, чтобы получить оттуда пищу. Читайте так, чтобы Откровение Божье, оно накрыло просто вас. Читайте Слово Божье, чтобы разговаривать с Богом, чтобы слышать Его ответ. Вы знаете, я прочитал на этой неделе один удивительный пример о Джоне Лейке. Джон Лейк, его еще называли Человек Исцеления. Он в конце 19 века родился, и в начале 20 века, вот это была активная его деятельность, он насаждал церкви, он проповедовал об Иисусе Христе, и он исцелял больных очень сильно, очень мощно. Там десятки и сотни тысяч исцелений было зафиксировано через его служение. И вот то, что он сказал. Он многие годы служил в Африке. И знаете, в Африке в то время тоже очень многие страшные болезни распространялись. Пандемия, наверное, не знали, что такое, но эпидемия была сильная. Поэтому там тоже не знали, как бороться с этими болезнями. И он говорит, что за тысячи долларов никто не соглашался хоронить вот этих умерших, которые умирали от чумы. Чума, как-то она называлась там, бубонная чума, значит, распространялась тогда. Но он говорит, мы вместе с моим напарником, сотрудником, мы хоронили по несколько человек, значит, в одну могилу и никогда не заразились. И потом с корабля, который привез государственную помощь в Африку, пришли медики. И они смотрят и говорят, как вы столько времени здесь живете, работаете и не заразились. Какие у вас средства безопасности есть? И Джон Лейк отвечает, и он говорит, мое средство безопасности, заключается в том, что закон Духа жизни освободил меня от закона плоти и смерти. То, что написано в послании к Римлянам, в 8 главе, во 2 стихе. Закон Духа жизни освободил нас от закона греха и смерти. Аминь. И они спрашивают у него, как это возможно вообще? Как это может быть? Ведь вы постоянно соприкасаетесь с этой заразой, от которой все умирают. А он говорит, послушайте, вот возьмите слюну, пену эту от умершего человека, от этой бубонной чумы и поместите мне ее на руку. Но сначала посмотрите под микроскопом, и вы увидите, что микробы эти живут еще долгое время, после того, когда человек умирает, эта чума живет. А потом возьмите, говорит, это и поместите мне на руку. И дальше смотрите под микроскопом, и вы увидите, вы увидите, как эти микробы тут же начинают умирать. И они начали делать этот эксперимент и были в шоке. Они смотрели на него и говорят, как это вообще возможно? Как это можно? И он говорит, потому что этот закон работает. Потому что тот, кто принадлежит Иисусу Христу, потому что тот, кто имеет Святой Дух, он больше, чем все остальные законы. Тот, кто слушается Святого Духа, он больше, чем законы даже этого мира. Поэтому он говорит, я принадлежу Иисусу Христу. И он ни разу не заболел. И он совершал там эту великую работу. Друзья мои, я хочу прочитать вам Слово Божье. Когда я говорю, стойте на Слове Божьем, это значит, возьмите это Слово в свое сердце. И мне хочется в это утро прочитать вам особенный 22-й Псалом. Вы его наверняка знаете. Многие знают его наизусть. Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим. Подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени своего. Если я пойду и долиную смертной тени, не убоюсь зла, потому что твой жезл и твой посох, они успокаивают меня. Ты приготовил предо мною трапезу ввиду врагов моих, умастил елеем голову мою, чаша моя преисполнена. Так благость и милость твоя да сопровождают меня во все дни жизни моей. И я пребуду в Доме Господнем многие вечные дни. И еще один Псалом, чуть побольше, там 15 стихов, не 6, 90-й Псалом, открывайте. 90-й Псалом. Люди берут это, говорят, живые помощи, живые помощи. Надо там три раза в день прочитать, надо возле сердца хранить, надо в кармашке носить. Если потеряешь, все, закончатся твои живые помощи. Но Давид говорит, я слово Твое в сердце своем сокрыл. Я размышляю о слове Твое. Я хожу с этим словом Твоим. Я живу словом Твоим. Поэтому Ты сделал меня мудрее всех учителей моих. «Живущий под кровом Всевышнего, под сенью всемогущего покоится. Говорит Господу, прибежище мое и защита моя, Бог мой, на которого я уповаю. Он избавит тебя от сети ловца, от гибельной язвы. Перьями своими осенит тебя, и под крыльями его будешь безопасен. Щит и ограждение – истина его. Не убоишься ужасов в ночи, стрелы, летящей днем, язвы, ходящие во мраке, заразы, опустошающие в полдень. Падут подли Тебя тысяча, и десять тысяч одесную Тебя, но к Тебе не приблизятся. Только смотреть будешь очами Твоими и видеть возмездие нечестивым. Ибо Ты сказал, Господь, упование мое, Всевышнего избрал Ты прибежищем Твоим. Не приключится Тебе зло, и язва не приблизится к жилищу Твоему. Ибо ангелам Своим заповедуют о Тебе, охранять Тебя на всех путях Твоих. На руках понесут Тебя, да не приткнешься о камень ногою Твоею. На Аспида и Василиска наступишь, и попирать будешь льва и дракона. За то, что Он возлюбил меня, говорит Бог, избавлю Его, защищу Его, потому что Он познал имя мое. Воззовет ко мне, и услышу Его. С Ним я в скорби, избавлю Его и прославлю Его. Долготою дней насыщу Его, и явлю Ему спасение мое. Аллилуйя! Давайте прославим Бога нашего. Он так благ! Он так благ! И последнее, что я хочу сказать вам, драгоценные, в это время. Будьте чувствительны к Духу Святому. Когда вы будете пребывать в молитве, когда вы будете стоять на Слове Божьем, будьте чувствительны к Духу Святому, потому что Он поведет вас, Он направит вас. И не к тому, чтобы вы защищали себя, хотя и это тоже, потому что Дух Божий – это Дух силы, любви и здравого разума. Порой Господь просто говорит, как тебе предохраниться, как тебе защититься, как тебе уберечь себя и тех, кто рядом с тобою. И это тоже сюда входит, в здравый разум. Но прежде всего, Господь, который дает тебе совершенную защиту, Он поведет тебя в этот мир. Он поведет тебя туда, где люди не знают настоящей защиты. Он поведет тебя туда, где у людей нет настоящего основания. И мне так нравится. Это присутствие Божье, которое каждый раз приходит со мной туда, куда я прихожу, если там неверующие люди. Буквально вчера меня пригласили в один дом, и мы с одной нашей сестрой пришли туда, потому что там людей, живущих в этом доме, бесы просто толкали уже не только ночью во сне, но и днем. И они просто ходили, они боялись находиться в доме, потому что реально бесы толкают. Говорят, как стукнет, и не знаю, что откуда, никого нету. И дочь говорит, и мать говорит, и родственники приходят, и боятся уже к ним приходить, и ни одна кошка у них не живет. Говорят, как только мы приносим кошку, она просто убегает из дома, как ошпаренная какая-то. И мы понимаем, что-то не так. И вот мы пришли, и мы начали рассказывать им об Иисусе Христе, который имеет власть. Слышите? И Иисус Христос имеет реальную власть. И скажите, где? На небе, на земле и в преисподней. Власть Божья, она везде. И вот мы пришли в этот дом и начали рассказывать об Иисусе Христе, и они, открыв рот, слушали. Я спросил, вы верите? Дочь Диана сказала, верю. Татьяна тоже сказала, верю. Муж сказал сначала, хорошо, верю. Потом он сказал, нет, не верю. Я благодарил его за его честность. И там интереснейший разговор был. А потом я попросил, позвольте молиться за вас. Позвольте, я похожу по вашему дому и провозглашу власть Божью. Дорогоценные. Они разрешили и внизу, и наверху, на втором этаже, там частный дом у них, походить. Я ходил, восклонив голову. Возможно, в другой раз они бы меня не слушали. Если бы я их просто где-то обычно в процессе каком-то жизненном встретил и начал бы рассказывать, если у них когда хорошо, все, вряд ли бы они меня слушали. Но сейчас, когда нет выхода никакого и не знают, как жить-то в этом доме дальше, вроде дом построили, а жить там толком не могут. И они слышат. И Бог им открывает слово свое. И я ходил, выпрямив плечи, и подняв голову, и переживал особенное присутствие Божье. Мне так нравилось заходить в эту комнату и говорить, здесь власть Иисуса Христа. И я переживал на себе присутствие Бога. Реально. Настоящего. Я ходил, как будто Бог прям вместе со мной. Я знаю, что это так и так и было. Я уверен, что после нашего визита никакой тьмы там не осталось. Никакого духа не осталось. Конечно, им надо теперь хранить это. Конечно, им надо стоять теперь в этом. Но они обещали присоединиться к нашей церкви. И я думаю, что в ближайшее время присоединятся. Драгоценные, слушайте Духа Святого. Вам будут предложено куда-то прийти, о ком-то помолиться. Вы, возможно, не планировали так. Вы, возможно, не думали так. Но сегодня, чем дольше я с Богом хожу, тем больше я обращаю внимание на вот такие незапланированные предложения. У меня было достаточно дел на вчерашний день. И к проповеди надо было готовиться. И многое другое. Но когда я услышал, что я могу прийти в дом к неверующим людям, у меня там внутри что-то сразу зашевелилось. Я знаю, что это Дух Божий, который говорит, это самое важное. Это самое важное, чтобы ты пришел и принес спасение. Ты не потеряешь то, что оставишь свое. Не переживай. Это приложится к тебе. Я дам тебе догнать. Я дам тебе помощи. Я обеспечу тебя. Не переживай за то, что у тебя. Самое важное, это когда чьи-то двери в этом мире открываются. Они были закрыты. Им было так трудно. У них было какое-то свое понимание. Но вот Бог сегодня дает им благодати. И их сердце открывается. Они говорят, ну помолитесь за меня. Драгоценные, не пропустите это время. Бог наградит вас. Он покроет ваши нужды. Он благословит вас. Не думайте о том, что я не знаю, что сказать и как это все будет. Бог даст вам слова. Бог даст вам силу. Переживите на себе эту благодать, когда вы приходите в какой-то дом или встречаетесь с каким-то человеком, который еще не знал Бога. Аминь. И Бог благословит нас в это время. И церковь будет умножаться. И там на небесах будет великая радость о многих-многих кающихся грешниках. Воздайте Господу славу за это время. Не бойтесь. Стойте в слове. Молитесь. И чувствуйте Дух Святой, который будет особенно руководить церковью в это время. Давайте встанем, дорогие. Спасибо. 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 Спасибо.